Это уже последствия сегодняшней утренней аварии на улице Титова. Разбитая Хонда, а чуть за ней рейсовый пассажирский автобус маршрутом 1029, который буквально влетел в припаркованную фуру. От сильнейшего удара в автобусе пострадали 4 человека, в том числе и маленький ребенок. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Все они находились в автобусе, в том числе водитель автобуса, женщина с ребенком, ребенок около 2-3 лет, а также мужчина-пассажир. В настоящее время изучаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится определенная проверка с целью установления виновника данного ДТП. Все произошло мгновенно и очень неожиданно, вспоминает момент аварии молодая девушка-кондуктор. Тут мужик упал, и я, короче, вот здесь вот упала, тоже ударилась об этой штуке. Вот, и мужик, который упал, вот здесь у него кровь, у него из духа кровь пошла. То есть он прямо по сидушке, по инерции пошел вот на этих... Он уже здесь стоял. А, стоял просто. Да, он, видать, ребрами ударился, потому что мы ребра осматривали. И из уха кровь пошла, он упал, его люди подняли. Так, тут закричала женщина. У нее ребенок, как говорят, он 20 лет. Она где сидела? Вот здесь. Он у нее, по-моему, на коленках сидел. Вот она, видать, чельцом ударилась, у нее все лицо было в крови. И ребенка держала на руках, закричала, что вызывайте скорую. Ответ на главный вопрос, от чего легковушка резко врезалась в автобус и подставила его под удар с фурой, становится понятным из кадров с видеорегистратора очевидца аварии. Вот тот злополучный момент, на котором отчетливо видно, как Хонду буквально подрезает Тойота из встречного потока. Водитель первой пытается уйти от лобового удара, влетает в автобус, а последний уже в грузовик. Самое обидное, что водитель, спровоцировавший ДТП Тойоты, скрылся с места происшествия. Предварительно вина в этом столкновении ложится как раз на водителя Хонды.